25 мая 2022 года в Госдуму внесли сразу два законопроекта, которые предусматривают существенное ужесточение наказания для взрослых нарушителей ПДД. Планируется увеличение размера штрафов, введение уголовной ответственности, а также возможность конфискации транспортных средств. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. Как я уже рассказывал в предыдущих видеороликах, в 2022 году с начала года в Госдуме вела свою работу рабочая группа под руководительством Ирины Яровой. В данную рабочую группу входили представители Госдумы, представители Министерства внутренних дел, Центр организации дорожного движения Москвы и ряда других ведомств. Целью данной рабочей группы было ужесточение наказания для злостных нарушителей ПДД. И вот вчера вечером, 25 мая, сразу два законопроекта, которые стали результатом работы этой рабочей группы, были внесены в установленном порядке на рассмотрение Госдумы. Первый законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Второй законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. В первую очередь речь идет об ужесточении, вернее даже о неотвратимости наказания для лишенников, то есть водителей, которые ранее уже были лишены водительских прав, но тем не менее они неоднократно вновь садятся за руль и управляют транспортными средствами. Я напомню, на сегодняшний день, если человек был пойман за рулем после лишения, ему грозит три варианта наказания по части 2 статьи 12.7 КОАП РФ. Это штраф 30 тысяч рублей, арест до 15 суток, либо обязательные работы сроком от 100 до 200 часов. Соответственно, человек, когда это наказание отбудет, то есть он либо оплатил штраф, либо там отсидел несколько суток, после этого ничего не мешает ему опять повторно сесть за руль и отделаться точно таким же наказанием. Довольно-таки немалое количество таких водителей, которых ловят за рулем после лишения, 2, 3, 5 и даже 10 и более раз. То есть проблема в том, что не предусмотрено отдельного более жесткого наказания за повторность данного вида правонарушения. Действующие нормы административного законодательства фактически позволяют лицу многократно продолжать управление транспортным средством, будучи лишенным такого права или не имея такого права, что девалирует сам факт судебного решения, имеющего цель упреждения происшествия и недопущения к управлению источниками повышенной опасности лиц, признанных судом потенциально общественно опасными, говорится в пояснительной записке к данному законопроекту, который предусматривает изменение этой статьи КОАПа. Согласно тексту данного законопроекта, статью 12.7 КОАП РФ предлагается дополнить новой частью под номером 4. Повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Таким образом, в случае повторной остановки водителя, лишенного водительских прав, ему будет грозить в случае принятия данных поправок штраф уже не 30, тысяч рублей, а от 50 до 100 тысяч рублей. Помимо этого, возможно применение обязательных работ сроком от 150 до 200 часов. Согласно тексту документа, данные дела, данные виды нарушений будут рассматриваться в судебном порядке. Кроме того, как и сейчас, в случае выявления такого нарушителя, он будет отстраняться от управления транспортным средством, а само транспортное средство будет задерживаться и доставляться на штрафстоянку. Теперь, что касается второго законопроекта, который предусматривает изменения Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса. Здесь тоже ряд положений, которые ужесточают наказание для лишенников. Дело в том, что на сегодняшний день есть статья Уголовного кодекса 264 УК РФ. Статья 264 УК РФ предусматривает наказание для водителей, которые нарушили правила дорожного движения, в результате чего был нанесен либо тяжкий вред здоровью, либо есть погибшие. В этой статье предусмотрено несколько пунктов, которые являются отягчающими обстоятельствами. В частности, речь идет о ситуации, когда водитель находился в момент совершения данного правонарушения в состоянии опьянения, либо водитель покинул место ДТП. Соответственно, к примеру, если человек просто создал аварию и нанесен тяжкий вред здоровью, то наказание ему будет осмотрено одно. А если при этом он был либо пьяный, либо покинул место ДТП, то наказание будет существенно строже. И, соответственно, с текстом этого законопроекта, про который я уже сказал, вот этот перечень отягчающих обстоятельств предлагается дополнить также пунктом, согласно которому отягчающим обстоятельствам будет являться также отсутствие водительских прав, либо их лишения. То есть, если человек находится за рулем в состоянии опьянения, если он покинул место ДТП, и третий появляется пункт, если он был лишен водительских прав, то это будет считаться отягчающим обстоятельством, которое влечет за собой более суровое наказание. Так, согласно поправкам, если лицо, не имеющее водительских прав или лишенное их, нарушит ПДД, что повлечет по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, то будут возможны следующие варианты уголовного наказания. Нанесен не тяжкий вред здоровью, а человек погиб, то в таком случае уже будет грозить лишение свободы сроком от 5 до 12 лет. А если погибли двое или более человек, то такому бесправнику или лишеннику будет грозить уже уголовное наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Но и это еще не все. Есть еще одна поправка, которая предусмотрена данным законопроектом, согласно которой предусмотрено наказание уже для лиц, которые были лишены водительских прав, уже подвергнуты уголовному наказанию, но вновь сели за руль транспортного средства. Я напомню, на сегодняшний день в Уголовном кодексе уже предусмотрены две похожие статьи. Это статья 264.1 и статья 264.2. Статья 264.1 предусматривает уголовное наказание для лиц, которые были лишены водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. То есть они уже прав были лишены, уже были подвергнуты административному либо уголовному наказанию, но опять повторно сели за руль транспортного средства. Статья 264.2, она вступила в законную силу совсем недавно, 10 января 2022 года, предусматривает уголовное наказание для лиц, которые были лишены водительских прав либо за выезд на встречную полосу, либо за превышение скорости более чем на 60 км в час. То есть они уже подвергнуты административному либо уголовному наказанию, лишены прав и вновь совершили такое же правонарушение. То есть выехали на встречку, либо опять превысили скорость более чем на 60 км в час. Так вот, перечень этих статей предлагается дополнить еще одной новой статьей 264.3. Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Эта статья будет предусматривать две части, в зависимости от тяжести. Согласно части первой новой статьи, управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным прав и уже подвергнутым административному наказанию за повторную езду без прав, повлечет следующие варианты наказания. Штраф 150-250 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы сроком до 1 года либо лишение свободы сроком до 1 года. Согласно же части второй этой статьи, за управление транспортным средством лишенникам, которые уже подвергнут не административному, а уголовному наказанию ранее за нарушение ПДД, повлекшие тяжкий вред здоровью или смерть, либо уже имеющими судимость по части первой упомянутой статьи, будут грозить следующие виды наказания. Штраф составит уже 200-300 тысяч рублей или в размере зарплаты либо другого дохода от 1 года до 2 лет, обязательные работы будут сроком до 480 часов, принудительные работы сроком до 2 лет, лишение свободы сроком до 2 лет. При этом в качестве дополнительного ко всем этим вариантам наказания предполагается применение, лишение права занимать определенной должности либо заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. И последняя нашумевшая поправка, которая предусмотрена этим законопроектом, это введение возможности конфискации транспортных средств у злостных нарушителей. Примечательно, что этот пункт уже даже поддержал Верховный суд России, который ранее выступал против. Законопроектом вводится возможность конфискации транспортного средства злостных нарушителей ПДД, то есть это принудительное, безвозмездное изъятие и обращение его в собственность государства. В качестве возможной дополнительной меры пресекательного характера в отношении именно злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, предлагается установить возможность на останование обвинительного приговора конфискации транспортного средства, говорится в пояснительной записке к данному документу. Дело в том, что на сегодняшний день в статье 104.1 Уголовного кодекса России перечислен исчерпывающий перечень предметов, которые возможно подвергать конфискации в случае выявления каких-то уголовных нарушений. Согласно же тексту указанного закона проекта, данная статья дополняется новым пунктом под названием пункт Д. Данный пункт предусматривает возможность конфискации транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1, 264.2 или 264.3 настоящего кодекса. То есть важный момент, как прописано в данном пункте, в данном тексте закона проекта, речь идет только о тех транспортных средствах, которые принадлежат на праве собственности обвиняемому. Хотя ранее я рассказывал о том, что рассматривалась возможность конфискации транспортных средств даже тех, которые не принадлежат этому виновнику. То есть если там, например, владельцем является родственник, либо там арендованное транспортное средство и так далее. В финальной версии закона проекта этого нету, то есть речь идет о конфискации только тех транспортных средств, владельцем которых является обвиняемый, и именно на котором было совершено право нарушения. И четко установлен перечень этих нарушений, про которые я уже также упомянул. Это три статьи. 264.1, 264.2 и 264.3. То есть это управление транспортным средством в состоянии обвинения, если человек уже ранее был подвергнут административному либо уголовному наказанию за это, выезд на встречку, либо превышение скорости более чем на 60 км в час, если человек уже ранее, опять же, был лишен прав за такое же нарушение, и повторное управление транспортным средством, человеком, который ранее уже был лишен водительских прав, и подвергнут административному, либо уголовному наказанию за это право нарушения. Таким образом, в случае принятия данных поправок будет работать следующий механизм. Когда человек совершил какое-то правонарушение за рулем, которое предусматривает лишение водительских прав, то его, как обычно, лишают водительских прав. Если это на него не повлияет, и его поймают за рулем повторно, будучи решенником, то ему, опять же, будет грозить стандартное наказание, которое действует сейчас, штраф 30 тысяч рублей, арест за 15 суток, либо обязательные работы до 200 часов. Далее уже вступают в силу новые поправки. Если этот человек не одумается и опять повторно сядет за руль, будучи лишенным прав, то ему будет грозить уже штраф в размере до 100 тысяч рублей, а также обязательные работы сроком до 200 часов, опять-таки. Если человек это опять не образумит, то есть, опять же, речь идет уже о злостных нарушителях, и он опять повторно сядет за руль, будучи лишенным водительских прав, то ему будет грозить уже на следующий раз не административное наказание, а уголовное. А если человек, уже будучи подвергнутым административному, либо уголовному наказанию, будучи лишенным водительских прав за пьяное вождение, за выезд на встречку, за превышение скорости более чем на 60 км в час, либо за повторное управление транспортным средством без прав, опять еще раз попадется, то ему будет грозить уже, помимо уголовного наказания, еще и конфискация транспортного средства. Эти законопроекты уже поддерживали правительством. На проект поправок в Уголовный кодекс и в УПК РФ поступил положительный отзыв Верховного суда. Ранее эти изменения также были поддержаны Генпрокуратурой, МВД, Минюстом, ЕБДД и Федеральной службой судебных приставов. Таким образом, на сегодняшний день, в состоянии на 25 мая, законопроекты эти внесли на рассмотрение в Госдуму, теперь их должны рассмотреть в трех чтениях, далее направят уже на рассмотрение Совет Федерации и положат на подпись президенту. В тексте не указана точная дата вступления в силу этих поправок, соответственно, по умолчанию они заработают по истечении 10 дней после даты официальной публикации подписанного президентом закона. Вот такая вот информация. Надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным. В описании под данным видеороликом я оставлю ссылку на статью на моем сайте, где будут приведены полные тексты этих законопроектов. Кому интересно, можете скачать оригиналы и сами изучить дополнительно. Спасибо, что рассмотрели это видео до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока!